Здравствуйте, дорогие друзья! Матч между командами Футболерс и Люксор. Сегодня за Люксор сыграют у нас ворота Костатенко Руслан. Защищать его будут Станислав Плошмица, Евгений Кузьменко, Арслан Диодинов, Светин Иван, Коваль Никита и Илья Волосатов. За команду Футболерс сегодня сыграют. Пока еще такой не совсем большой сбор у команды Футболерс. Есть небольшое преимущество у Люксора. Так вот, за Футболерс сегодня сыграют в воротах Сергей Цибенко. Защищать его будут Андрей Остапик, Владимир Крематицкий, Александр Андрусенко и Руслан Сергеенко. Да, но пока что есть только здесь у нас трое человек. Это Кульматицкий, это в воротах Цибенко Сергей и Андрей Остапик. Тем временем Люксор, да, уже несколько ударов по воротам Цибенко совершил. И здесь уже Кульматицкий. А я напоминаю, что по правилам есть трое, то можно начинать. В принципе, Владимир и не дает вообще никаких шансов. И сам там разбирается уже с игроками Люксора. Ну и есть первый гол. От Ивана Суентина. Мне что жалко словить. Так как Капидер. Сумур свидетельствует с мячом. Есть площница, он получает мяч. И площница еще один мяч вколачивает ворота команды. Футболерс, ну там небольшое повреждение получает. Это Стапик, оно поднимается, все в порядке. Вот так вот буквально на первой минуте. Первый гол, на второй минуте второй гол. Ну да, а я, кстати, напомню, что на камере сегодня с вами наблюдаем за этим мячом. А здесь фолда от площницы. На камере с вами, как всегда, Евгений Лавренов. Да, начнем такой вот матч у нас, ну скажем так, не совсем энергично он начинается. Но я думаю, сейчас уже на подъезде большинство игроков. Футболер со временем Кульматицкий обыграл Остапенко, обыграл площницу, но не смог дальше перебороть его. Снова Кульматицкий на левом фланге. Нет, не получается у него площницу пройти. И поэтому будет угловой для футболерса Стапик через Кульматицкого. Ну, Вова сейчас будет стягивать на себя большую часть обороны команды Люксор. Ну и Суетин. Третий, вот на правый фланг, а на Арслана Зиодинова. Ух ты, достает Арслана мяч просто на тоненьком. Суетин, ай-ай-ай, вот здесь не получился. У него удар после передачи Коваля. Ух ты. Ну и здесь нужно с рук вводить мяч в игру. Ну и вот подбегает уже, подбегают игроки футболерсов. Я думаю, сейчас помощь будет. И в принципе, два мяча отыграть. Я думаю, эти ребята смогут. Но пока Кульматицкий тянет время, я думаю, слышали, да, что давайте побыстрее. Немножко там по-другому, конечно, было сказано, но... Не будем уточнять, что конкретно сказал Кульматицкий. Коваль. Суетин. Ай, красиво. В крестовину мяч попадает. Не решился все-таки на Зи Одинова. И... Вот так вот сразу. Только Андрюсенко пришел сразу, запросил тайм-аут. Просто мяч отдается сейчас соперникам. Ну и... Появляется на поле как раз-таки Андрюсенко. И... Не разобрал я еще второго молодого человека под 27 номером. Ух ты! Написано... Линник. Но есть у меня небольшие сомнения. Астапик. Через назад Астапик. И снова хорошая передача от Кульматицкого, но... Не смог 69 номер как раз-таки. Достать этот мяч. А вот и поборолся сейчас Андрюсенко. Оль, хорошо. Она суетина, но... Увы, эта передача не дошла до адресата. И здесь перехват уже от игроков футболерс. Астапик. Поближе к нам на Кульматицкого. Голос снова в центр. Что придумают? Андрюсенко. Подскажи, пожалуйста, 27 номер. Что-нибудь да. Плотненький. Ну что, Астапенко. Астапенко, Руслан. Вот в игру. И здесь сразу же Андрюсенко, Александр. Он поборолся и... Саня, идешь, идешь. Кульматицкий. Кульматицкий. Нет, там вовремя Астапенко вышел из ворот. Ну и здесь уже блокируется удар от... Волосатого Ильи. И Кульматицкий на точке. Через назад. Астапик. Дар от него, а попадает Зиодзинова. Снова Астапик. Кульматицкий. Красиво. На Астапика возвращается сейчас Кульматицкий. А вот на Андрюсенко передача не прошла. Астапенко здесь просто выбивает мяч на убой. Ну и футболерцы сейчас будут вводить мяч в игру. Ну, такая вязкая игра на самом-то деле. Футболерцы по большей степени контролируют мяч. Воспользовались возможностью, когда было их совсем мало. Забить два мяча. Ворота Цибенко. Андрюсенко на мяче. Рядышком Астапик. Вперед на дальний фланг. Кульматицкий. Через Андрюсенко. Александр на... Арток, Арток. 27-й футболерцы, выточни по мне. Пропускает Астапик снова на Цибенко. Ну и... Даже нет, стоп. Не Цибенко уже стоит на воротах. Будет уточнить у ребят, кто у них. Какая у них сейчас уже прошла перестановка. Кульматицкий сейчас ошибается. Площница. И Арслан Зиадинов его прессингует. Ну и Зиадинов фокулировал к арбитрову, чтобы все-таки было нарушение правила. Там у нас Андрюсенко, Саша нет. Забирает Астапенко мяч. Руслан. Забирает Астапенко. Сергеенко появился на поле. Кульматицкая хотела покрасиво обыграть сейчас своего оппонента. Не совсем получилось у Вовы это сделать. Ну и появился Сергеенко. Да, вот по 27 номерам, кстати, играет Шакро. Такое имя, а фамилия у него Мачавариани. Если я правильно произнес фамилию... Ой-ой-ой, есть. Все-таки мяч забирает сейчас экипер в команды. Футболерс и совершенно как-то несуразный вброс от голкипера. Ну и снова он с мячом. Рядышком. Шакро через Астапика. Ну что, будет перевод на Кульматицкого. Владимир по флангу. Сергеенко. Есть еще на Астапика. Возвращают на Шакро. Ачавариани. Ах, Кульматицкий запутался здесь в своих ногах. Но борется. Борется вовы до последнего. Мяч доходит. Все-таки это Сергеенко. Но там Коваль. Все-таки Коваль на Азиадинова. Азиадинов уже ошибается. Неточная передача на площницу. Не туда. И мяч. А, мяч уже у Иостапенко. На Азиадинова пас не доходит. Шакро перехватывает. Сергеенко. Руслан. Выпускает мяч Сергеенко. Все-таки Мачаварианин нам. Как мы сказали. Итальянская фамилия. Итальянско-грузинская. Шутят. С своим закомандником. Футболеры. Шутят. 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 Почти. Почти. Еще раз. Хороший. Италий. Италий. подозрение что все-таки с генка скорее всего стал на ворота а вот я не через астапика никуда вас никуда за линию так мяч футболер снова переходит кульматицкий пытается площадь оттянуть но нет здесь ухты а здесь такой удар на отмашь от люксором матицкий Владимир и хорошая комбинация кульматицкого вместе со своим партнером по команде сцебенко хоть он играет по девятым номером мячом 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 округу я буду с вашего позволения называть шакро мачавариани по имени я думаю не обидится но фамилия красиво в зядино на суете на суете на суете на в касание пытался перевести на противоположных фанг не получилось ступенко хорошая передача на шакро нет Остапенко забирает, Руслан, этот мяч. Рядышком Коваль есть, но Остапенко... Ух ты, хорошо Суэтин сейчас. Здесь зазевался Шахло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас хорошая передача от Кульматицкого, но Андрусенко этот мяч направить в ворота не сумел. Ну что, Зиадина с мячом. Коваль. А пас на Коваль сейчас, Степенко мяч перехватывает. Пас на Кульматицкого и еще один мяч. Ну что, вот ты статус-кво восстановлен. У нас 2-2. И пора Люксура начинать все сначала. Матицкий хорошо. Перевод на Остапика. Остапик бьет. Ну и здесь Остапенко парирует этот удар. Ну что, и снова контратака футболевых Сауф. Сейф от Остапенко. Суетин. Сейф от Остапенко. Вон там Арслан Зеодинов первый был на мяче, и поэтому... Да, все-таки на воротах правильно я предполагал. Руслан Сергеенко на воротах отдал свою футболку сейчас Цибенко. Имел смелости перепутать их пару минут назад. Очень похоже. У меня Арслан Зеодинов назад на площадку. Площница тут, да, но никто, ни Лосатов, ни Суетин не смог до этого мяча добраться. Кульматицкий. Шапро. Через право Остапик. Хорошая передача от Остапика, но мочеваряне просто не попадает по мячу. Промахивается и мяч Рюксора. Зеодинов по флангу. Нет, здесь Цибенко мяч перехватывает, но все-таки Зеодинов остается с мячом, и бил уже. Партнер по команде. Нет, не проходит сейчас Кульматицкий. Удар от Зеодинова неточный. Здесь Суетин перехватывает эту передачу. Кульматицкий. Цибенко. Рядышком нет. На Шакро не решил садать передачу. Отдал его на Остапика. Мочеваряне. Поближе к нам на Кульматицкий. Кульматицкий на Шакро снова в касании. И здесь Руслан Остапенко на месте. Центр на Суетино. Нет, здесь перехват от Остапика. Остапик бьет и сейф еще один. Руслана Остапенко. Ну что, угловой для футболерцев бьет Цибенко, но это не точно. Руслан на Плошницу. Здесь Кузьменко Евгений. Он сейчас мячом. Перевод на дальний фланг. Суетин. Суетин. Хорошо на Арслан Зеодинова, но Сергеенко эту передачу прочитал. И таким образом первый тайм у нас заканчивается. 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 Продолжение следует. 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 Ну что ж, поехали наблюдать за вторым таймом противостояния футболерс и Люксора. Пока у нас 2-2. Напомню, что Люксор воспользовался этим отсутствием больше половины команды в желтых футболках. И два мяча на тот момент ворота Цибенко они заколотили. Но сейчас вернулась основная сила. Цибенко вышел с поля. Он с мячом, кстати, сейчас. Перевод направо. Андрусенко убирает на перекате Коваля. Шакро, Мочеваряне. Цибенко. Там никого нет в центре абсолютно. Никто не смог эту передачу завершить. Что Андрусенко, что Шакро, Мочеваряне. Здесь Зиадинов. Зиадинов. Ай-яй-яй-яй. Не забивать сейчас Зиадинов с выгодной позицией. Ну, видели вы эмоции, да? Расстроился Арслан. Это был хороший, кстати, шанс для того, чтобы уйти вперед. Но там, кстати, смею предположить, что и Сергеенко мог по ногам здорово врезать Арслана. Взять Зиадинову. Но арбитры так не считают. Ну, в принципе, Арслан продолжил игру. Главное, что без травмы. Ну что, Шакро на точке. На Цибенко. Цибенко. Пас на Андрусенко. Тут возвращает ему. Броняется против Евгения. Но здесь и Плошница тоже уже в подкате подстелился. И мяч все-таки выбил за пределы поля. И будет это угловой для футболерцев. Цибенко снова на точке. Забегает Кульматицкий на эту дальнюю штангу. Удар от него. Ну, мне показалось, немножко не положил корпус Вова в этой ситуации. И снова здесь передача была на Кульматицкого. Плошница, перехват, перехват за перехватом. Вова оставляет мяч в игре. Кульматицкий красиво. Ой, как красиво. Но мало было ему места для маневра. Цибенко перехватывает мяч после сброса Остапенко. Цибенко в центр на Кульматицкого. Какой сейф сейчас от Остапенко. Пока контролирует мяч. Футболерцы не дают шанса на то, чтобы завладеть люксором. Но вот так накаркал Евгений. И сразу Цибенко мяч выпустил за пределы поля. Но и быстренько он обратно к футболеру свернулся. Кульматицкий. Рядочком Цибенко. Вот на дальний фланг. Шакром, отщеваряне. Снова Цибенко с мячом. По флангу запустил туда Владимира. Но Вова просто не успел. Физически не достал эту передачу. И мяч переходит снова к люксору. Площница. Остапенко. Ах, на Коваля. На Коваля эта передача просто не прошла. Ну, как она прошла. Просто Коваля оказался немножко не в траектории полета этого мяча. Точнее, направления этого мяча. И снова футболерцы. Здесь уже свежий Зиодинов начинает прессинговать, как и Площница. Шакро. Челняни. Центр туда. Матицкий убирает одного второго. Опасно Шакро. Шакро хорошая передача была от него. Цебенко. Коваль против него. Но и Коваль выигрывает. Саша. Пересмолер от тоже у него. Пахомов. Ну что, еще подъезжают все-таки игроки футболерцы. Не оставляют свою команду в беде. И Дмитрий Пахомов подъехал поддержать своих партнеров. Ну что, перехват неудачный мяч от Сергеенко. И здесь бил сейчас Площница. И слышим мы, как предъявляет ему свой партнер по команде, что не отдал пас. Снова Площница бьет. Но там на месте Сергеенко. Пульматицкий, Вова, что такое? Не смог принять мяч. И снова у Люксора. Люксор пытается растянуть сейчас своих оппонентов. Но все равно они как-то очень сильно сближаются. И Цебенко мяч все-таки дотронулся до мяча. И это был аут, который вот так вот быстро разыграли. И, к сожалению, никакого результата он не принес. Женя Кузьменко пробивал по мячу и пробил высоко. Цебенко сам уже оказался у штрафной площади соперника. Цебенко стянул на себя Площницу. Рядом же есть и Кузьменко, и Евгений. Но запрестинговали. Запрестинговали сейчас Цебенко. И все-таки мяч уже у Остапенко. Суетин разворачивается, начинает атаку команды. Здесь Остапик на его пути встает и мяч забирает. Пахомов. Пас по флангу на Кульматицкого. Кульматицкий бьет. Кульматицкий, но это было рядом. Суетин. Пас не такой совсем понятный на Волосатого. А тут не ожидал вообще. Ну и 4 секунды проходит. Слишком долго думал Ильям. И теперь уже мяч снова у Люксорова. Только проговаривая фразу, ситуация сразу тут же меняется. Такая тавтология вашего комментатора. Ну и пока что самый заостряющий результативный фланг это левый, на котором и играет Вова Кульматицкий. Вот с правого фланга пока что мяч ей не залетало. Вова не спешит, спешить ему некуда. Хотя очень странно. Пока у нас счет 2-2. Но в принципе я думаю еще как минимум минут 12 еще играть. Табло, к сожалению, мы тут не видим. Бьет снова Кульматицкий, но это высоко. И табло находится под нами. К сожалению, подо мной. И ориентируюсь только по камере. Какое-то у нас там времени прошло. Смотрите, несмотря на то, что Суетин не совсем высокого роста, в защите на втором этаже пока что ему нет равных. Что в своей команде, что в команде соперников. Снова Суетин на переквате и Площница мяч получает. Тянет его. Передача на Волосатого. Илья пытался прокинуть себя на ход, но и Сергеенко забрал эту передачу. Там уже Цибенко не прошел дальше, потому что Площница сыграл рукой. Нет. Или нет. Все-таки Цибенко, наверное, сыграл рукой. Либо это фол. Совсем я понял. Фол. Фол фиксирует арбитр. Ну и быстро разыграли Люксоровцы. Ну и назад. Остапенко. Ну и слишком это сильная была передача для Суетина. Он бы ее принять не смог. Ну и мне кажется, Остапенко уже так на убой просто убивал этот мяч, чтобы он не достался никому. Перехват. Снова Суетин. Молочага сегодня в защите действует на высочайшем уровне. Да и в принципе начинает атаку своей команды. Снова Суетин. На мяче. Нет. Я в плохомах. Мяч за пределы поля выпускает. Ну и мяч. Люксоров. Волосатов. Быстренько на Суетина разыгрались они. Перевод на противоположный фланг. Коваль. Опасно. Плошница. Снова Волосатов. Назад. Снова Плошница. Станислав. Хорошо в касании Суетин с Ковальем, но не получилось у последнего отдать точную передачу. Здесь уже Остапенко мяч забирает. Это опасно. Но и минус один игрок в обороне команды «Цутболер». С Коваль на Суетина. Хорошо на Плошницу. Плошница. Хорошо забивает мяч в Плошницу Станислав. Ну и счет у нас становится. 3-2. Хорошая комбинация сейчас от Люксора. Да, вот мне подсказывают на таком экваторе второго тайма. Забивает Плошница. Пока что футболер с в атаке. Кульматицкий пытается там на индивидуальных качествах пробраться к вороту Руслана Остапенко. Но пока что люксоровцы все это пресекают. Ну и Дороцебенко, ну это в никуда. А, и... Плошница. Плошница. Кульматицкий пытался там сразу же обострить эту игру на Остапика, но... Коваль стоял неподвижно и мяч этот перехватил. Цибенко. Тем временем на Кульматицкого. Кульматицкий. И Андрусенко снова не успевает. Саша и... Не смог он этот мяч направить в ворота. Остапенко. Плошница до мяча не дотягивается, но... О, Александр. Александр Андрусенко все-таки в защите в этот раз. Он меня снял с этим мячом. Чем-нибудь, красный? Да. Все-таки... Тут мнения арбитров разделились немножко. Руслан указывал на то, чтобы продолжать игру. Но Евгений все-таки дал свисток для лексора. Вернулись в Болевском на свое половину поля. Коваль после передачи Суетина. На Астана Зиадинова. Зиадинов бьет. И это... Не точно. Андрусенко. Кульматицкий. Получается в центр бьет. Нет, там блокирует у Коваль. Арсан Зиадинов. Суетин пяточкой на Коваль. Ну и здесь пространство есть для Ивана. В принципе, он и передачу и получает. Суетин. Еще дальше на Коваль. Коваль ошибается. И мяч просто выносит за пределы поля. Цибенко. Остапин. Снова на Цибенко. Тут пространства абсолютно никого нет из команды Люксор. Цибенко сам абсолютно. Ну и Пахомов здесь забивает свой мяч. Ну что, и снова статус клоу у нас восстановлен. Ну вот так как-то непонятно на самом-то деле. Коваль провалилась сейчас оборона Люксора по правому флангу. Ну и вот мы и увидели. То, что я комментировал в первом тайме, что с правого фланга каких-то заострений еще пока что не было. А вот здесь и заострение сразу было от Цибенко, что сносит сейчас Кульматицкий своего оппонента. Это Кузьменко Евгений и сейчас на газоне. Ну что, помощь там не требуется. Что такое? Есть уже небольшой накал страстей на поле. Я думаю, вы все слышали. Но призываем команд к спокойствию. Площница высоко-высоко пытался кого-то отдать на противоположный фланг. Но, увы, к сожалению, там никого из команды Люксор не было. Ну что, завели Владимира Кульматицкого. Сейчас, я думаю, слов на ветер не бросает. Здесь перехват от площницы. Но и Станислав на убой просто бил. Мне кажется, поскорее, лишь бы ударить. Но не принесло это никаких результатов. Пахомов с мячом. Пас на Цибенко. Цибенко. Хорошая передача на Кульматицкого. Вова! Нет. Там Остапенко Руслан вовремя выходит из ворот и мешает. Кульматицкому. Суетин. Начинает Люксор строить свою снова атаку. Уже такими забросами решили пользоваться игроки одной и другой команды. И здесь, слава богу, не в меня. Но почти попал в мусорное ведро. Скажем так. Девочие! Девочие! Горь. 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 Остапенко. Здесь Остапик мяч перехватывает удар от Кульмы. Это очень-очень опасно сейчас. Руслан на мяч спарировал снова. Лошница, заброс на Зиадзинова. А мяч вышел. Ударился в купол. Стадион, Америдиан. Не прошел Пахомов на Кульматицкого. Кульматицкий в касание быстренько на Цибенко. Но Цибенко мяч выпускает. Мяч за линии был введен. Переходит к футболер сам. Цибенко сразу с Пахомов обыгрались. По флангу Пахомов бьет. Высоко. Хорошо, сейчас поборолся Цибенко против Площницы. Но здесь Арслан Зиадзинов вовремя вернулся в оборону и отработал по полной программе. Выбил мяч, не дал совершиться забитому голу со стороны футболерцев. 3-3 у нас, я напоминаю. И я так чувствую, что у нас осталось... Ой-ой-ой, штанга сейчас спасает Люксора от четвертого мяча. И Суетин мчится забивать. Но забивать-то не так просто. Сергеенко сегодня на воротах у футболерцев. Ну, пока что на самом деле... Не пока что, без ошибок. Без ошибок сегодня играет Сергеенко. В принципе, я думаю, и будет продолжать так играть. Пожар, пожар такой у ворот футболерцев. Но разбираются сейчас с игроками. Остапик. Цибенко через назад Пахомов. Снова Цибенко. Центр Остапик. Андрей. Уже и Курматический подключается. Быстрее, быстрее. Хотят загнать сейчас Лексор. И Остапенко первый на мяче. Вброс на Суетина. Суетин мяч так принимает. Но здесь уже Сергеенко подоспел вовремя. И просто не дал. Ничего сделать. Курматический. Нет, не принимает мяч Вова. Но оставляет его в игре. Курматический пытался на Остапика сейчас центра дать. Площница. Убирает он сейчас Цибенко на перекате. Передача на Суетина. Суетин бьет. Но это... Не точно. Ну что? Цибенко призывает своих партнеров по команде, чтобы ушли они вперед. Остапик. Центр снова на Цибенко. Бьет Цибенко. И Остапенко снова делает этот сейф. Вот мне подсказывает. Полминуты до конца у нас остается. Пока что 3-3. Но давление со стороны футболерс усиливается. Цибенко убирает там Арслан Зиодинова. Прострел блокируется. А здесь никого. Никого на дальнем фланге нету. Кульматицкий не успел. И все-таки мяч остается у команды футболерс. Шакро. Мачеварианина Кульматицкого. Тот на Цибенко. Мы обстучались. Хотел быстренько пройти. И Кульматицкий площадь тоже не получилось. И уже и там Арслан Зиодина вступает в борьбу. Плошница нет. Выйти. Выйти во контратаку не сумел Станислав. Цибенко. Рошона Кульматицкого. И тот завершает. 4-3. Сегодня Цибенко дирижер. Четвертую голевую передачу он отдает. И три из них он отдал на Кульму. И, кстати, Владимир Кульматицкий хитрик оформляет в сегодняшнем матче. Цибенко. Шакро. Мачеварианина Цибенко бьет. Бьет последний. Но Сергей немножко высоко. Удар от Кульматицкого. Это сейф от Остапенко. Но, в принципе, дистанция более чем позволяла. И видно, как побаливают руки после такого пушечного удара у Остапенко. Центр на Кульматицкого. Цибенко снова Кульматицкий. Ай-яй-яй. Досадно. Досадно подскользнулся Вова. Арслан Зиодина в контратаку от Люксора. Это шанс. Еще шанс. Кузьменко, Женя на Коваля. Коваля. Коваля бьет. И-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это да. Залетает сейчас мяч в ворота после удара Коваля. И это 4-4 буквально на последней секунде. Ой-ой. Ой-ой. Вот так вот досадно. Досадно. Показалось мне, что Сергейенко все-таки мяч спарировал. Но спарировал и вместе с ним по сути залетел в ворота по инерции. И снова Волосатов. Нет, Дям уже не получится у него просто так это сделать. Илья поборолся только Курматильского. И здесь уже Остапенко спешить некуда. Я думаю, более чем они будут довольны результатом. Так как, ну, получилось у них. Ух ты. А здесь Кузьменко чуть-чуть не попадает по мячу. И Остапенко нет. Все. Мяч завершен. И у нас боевая ничья. 4-4.